В этом выпуске я расскажу тебе, стоит ли сейчас покупать акции Сбербанка, а также стоит ли покупать акции ВТБ. Далее поделюсь с тобой несколькими мнениями профессиональных аналитиков по поводу этих бумаг и к чему могут привести котировки банков, если же введут жесткие санкции. Друзья, всем привет, рад вас снова видеть на моем канале. И перед тем, как я перейду к контенту, попрошу тебя подписаться на мой канал, если ты этого раньше еще не сделал. Ну а теперь перейдем к банкам. Итак, в прошлом году банковский сектор показал рекордную прибыль. По данным Центрального банка, российские банки по итогам 2021 года заработали 2,4 триллиона рублей, что почти в полтора раза больше показателя 2020 года. Тем не менее, по прогнозам экспертов, в текущем году новых рекордов не ожидается. И прибыль банковского сектора может составить от 2,2 до 2,4 триллионов рублей. При этом в 2022 году стоит ожидать заметного замедления роста кредитования. Кроме того, на горизонте также маячат санкции, которые Запад может вести против российских банков в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Однако экономика страны довольно сильно вплетена в мировую. Поэтому какие-либо новые жесткие меры могут неминуемо отразиться и на тех, кто их будет вводить. Также хочу подчеркнуть, что из-за не самой благоприятной на текущий момент ситуации в экономике ведущих западных государств, вряд ли они решатся пойти на дополнительные риски. Главный аналитик промзвязь банка Дмитрий Монастыршин отметил, что сильно подешевев на санкционной риторике в короткосрочной перспективе, акции Сбербанка могут оставаться востребованными. При этом он считает, что ВТБ также выглядит недооцененным в условиях динамики роста масштабов бизнеса, а также прибыли, а также имеет большую ожидаемую дивидендную доходность. И директор департамента инвестиционного анализа и обучения Андрей Верников также полагает, что акции ВТБ банка недооценены, причем аж в два раза. При этом он считает, что компания возможно не сможет реализовать весь свой потенциал в 2022 году. Поэтому по его мнению, если же выбирать из двух вариантов, то скорее всего надежнее сейчас все-таки покупать бумаги Сбера. Также потенциальную просадку Сбербанка в два раза не следует рассматривать как высоковероятную. Я предполагаю, что компания может уже этой весной вернуться на исходный рубеж. Российский рынок акции по-прежнему остается очень нервным и волатильным. И давать советы, что делать вам как инвестору довольно сложно. И главным определяющим фактором является геополитика. И признаков какого-то ослабления напряженности в отношениях между Россией и Западом пока что не видно. Однако, если разрядка все-таки наступит, бумаги Сбербанка могут стать первыми претендентами на хороший отскок. Монастыршин, аналитик о котором я говорил немного ранее, полагает, что при введении жестких санкций, котировки банка будут снижаться. Но это не является базовым сценарием. Согласно комментариям Международного рейтингового агентства, Россия будет способна справиться с немедленным эффектом большинства новых ограничений, учитывая низкий долг, а также накопленные буферы, то есть золото-валютные резервы. Наиболее высокий потенциал у банков универсальной специализации, которые готовы к трансформации и цифровым вызовам. И в долгосрочной перспективе есть много факторов неопределенности и рисков операционной среды. И на этом, если вам было интересно, а также полезно, это коротенькое видео, то поставьте лайк под видео и не забудьте подписаться на мой канал. Увидимся с вами уже на выходных, всем удачи, всем пока.